КОСМИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ СУТОК С ВАМИ ВИДЖЕЙВЕРИ И это опять World of Warcraft, где я буду выполнять оставшиеся квесты для Тэквавина. Говори или проходи мимо. Я опять могу выполнить вот этот квест. Прощай. Судя по всему, его можно выполнять каждый день, что достаточно удобно. А также я выполню квесты, которые проигнорировала в прошлый раз. Пять ежедневных заданий. Ну, здорово, здорово. То есть действительно это можно выполнять каждый день. Я читала это в прошлый раз, так что не буду читать снова. И возьму еще вот этот квест. Враги прибегли к помощи ведьмы черной магии. И тщетной попытки атаковать наш город. Некоторые считают, что вообще не стоит обращать внимание на детские выходки Орды. И я же думаю, их нужно как следует проучить. Счастлив. Поэтому мы сейчас отправимся. Счастливого пути. От город. Да прибудешь с тобой все. Свертроды. Прощай. Задание с бомбами можно выполнять достаточно просто. То есть мы садимся на менту. И оказываемся прямо под городе. Правда, что-то странное с этой водой или что это. Она не должна быть такого цвета. Короче, мы тут должны расхидать 25 бомб. А потом, по идее, возвращаться назад. Это достаточно удобный квест. Однако второй квест, где надо потушить плетеного человека, то там все гораздо сложнее. Туда надо добираться своим ходом. И потом обратно тоже возвращаться. Я уже молчу о том, что выполнять этот квест надо либо друидам, либо разбойникам, либо, ну как бы, кем-нибудь, кто хорошо маскируется. Ну или, в конце концов, надо хорошенько постараться, чтобы его выполнить. Потому что это вражеский город. И, собственно, местные стражи достаточно сильные. Поэтому, если просто так прибежать под город, вас просто с одного удара вынесут. Тем не менее, попытка не пытка. Я попытаюсь потушить этого плетеного человека. Но, чтобы мне не отправляться заново под город собственным путем, с имходом, который может занять достаточно долгое время. Потому что, ну, добираться сюда действительно очень долго. То есть, это, наверное, час это как минимум займет, если пешочком бежать. Я уже пробовала, проверяла. Так и не дошла до сюда. Ну и, в общем, я попробую использовать лайфхак, который был написан в комментариях на вовхеде. Возможно, это мне поможет. А пока что, хотелось бы сказать пару слов про Текловен. Это достаточно любопытный праздник. И он очень сильно перекликается с реальным Хэллоуином. Кстати, у нас в России Хэллоуин в последнее время все чаще начинают праздновать. Хотя многие его не принимают. Но, с другой стороны, а почему бы и нет? Это раньше был чисто там Ирландский. Вроде праздник. Потом там в Америке он получил распространение. И теперь вот он дошел до нас. Почему бы нам его не принять? В конце концов, в России очень много праздников, которые изначально не принадлежали нам. К тому же, у нас есть аналог, так скажем, калятки. Так что, почему не отмечать Хэллоуин, не знаю. Это весело. И это, так или иначе, разбавляет серость жизни. И я считаю, что это хороший праздник. Даже несмотря на то, что у нас он не связан с тем самым, с чем он был как бы связан в оригинале. Ну и, собственно, я сейчас использовала лайфхак. Так сказать. Этот лайфхак связан с тем, что я сейчас вышла из игры во время квеста. И где же я оказалась? Я оказалась на кладбище. Все-таки лайфхак сработал. Хотя это, конечно, далековато от подгорода, но тем не менее. Зидорми. В общем, сейчас мне надо добраться туда. Поговорить с Зидорми зачем-то. А потом отправиться в подгород. Так. Вот Зидорми. Судя по всему, что-то драконоподобное. Что угодно. Готовьтесь, презренные. Гибель все ближе. Спасайте скорее стариков и детишек. Ну, я хотела прочитать то, что она сказала мне, но... Этот разнесчастный всадник меня перебил. Собственно, что мы должны сейчас сделать? А я скажу, что мы должны отправиться в подгород и потушить плетеного человека. Но это будет сложно, поэтому, возможно, не получится сразу. Итак, поскольку у меня нет инвиза, как у друинов, то придется попробовать вот так вот напрямую. Собственно, вот с первого удара меня вынесли. Теперь давайте попробуем еще раз. Теперь попробуем воскреснуть, но не здесь, а попробуем приместиться чуть поближе к этому плетеному человеку. Потому что, возможно, здесь нас страш не достанет. А может и достанет. В любом случае, это достаточно удобно, что восклицать не обязательно прямо вот в точных координатах, где вы умерли. Это позволяет избежать некоторых проблем. Так, и на всякий случай сейчас вот делаем так, да? Попробуем сейчас воскреснуть и сразу применить вот это вот... Ну, как бы опять неудача. Давайте попробуем еще раз. И победитель в схватке лишь один. Итак, я, короче, прыгнула в воду. Или как ее еще можно назвать? Вот это вот жижи зеленая. И, собственно говоря, сейчас попробуем использовать... У меня нет цели. Этот флакон, наверное, поближе надо переместиться. Ну, я надеюсь, на третий-то раз мне повезет. Ура! Я потушила этого человека. И сейчас можно вернуться либо в таверну, либо поступить иначе. Возможно, у меня получится отсюда сбежать. Как-нибудь. Не умирая десять раз подряд. Потому что я хочу еще кое-куда тут сбегать и открыть полетный путь на будущее. Хотя не факт, что я сюда буду еще возвращаться эльфом, но вдруг мне это пригодится. Так что давайте попробуем. Сначала надо отсюда выбраться, конечно же. Это опасное дело. Потому что сейчас меня убьют. Вот просто зуб дают. Сейчас хоп, а меня вынесут, да? Ну да, запутчили меня. Ну что ж, почему бы и нет. Тем не менее, я могу спокойно теперь отправиться, куда мне надо. К счастью, здесь не так много людей, как в том же Штормграде. Я имею в виду игроков. Так что я думаю, проблем у меня быть не должно. Не знаю, зачем надо было говорить с Зидорми. Что это вообще мне дало? Потому что, ну... Может, я не знаю чего-то, но разницы вот не заметила никакой. Я, конечно, могла бы вернуться сразу вот в таверну, к друидам, но... Или куда там. Мне кажется, что лучше открыть побольше путей. Потому что в следующий раз вот мне захочется сюда попасть, и что, мне придется опять бежать куда-то? Нет, я это делать не буду. Это слишком долго. Так что лучше сразу убить двух зайцев. И, возможно, это мне поможет. К сожалению, ближайший полетный путь находится в следующей локации. Чумные земли. Вандерале. И тут достаточно жесткий махач. Тем не менее, я открыла этот маршрут, и, в принципе, как бы тут можно выполнять еще квесты всякие. Но делать я этого не буду. И вот я выполнила оба этих задания. Собрала еще травы немного. И вернулась в Штормград. Как раз таки, при помощи полета на Грифоне. Давайте сдадим задание. Друг Седогрива и мой друг. Значит, все получилось. Это лишь короткая задержка. Но если она испортит им настроение, значит, она того чтола. Истекает мой срок, и меня ждут дела. Пробейте уже этого псадника. Серьезно. Бей себе что-то нужно. Эти глупые ведьмы знают, кто тут главный. До встречи. И дальше нам предлагают разобраться с бомбами в Штормграде. Счастливого пути. Это гораздо проще. Хотя, в принципе, раскидывать бомбы тоже легко. Там вообще, только одну кнопку нажимаешь, и все. Но, как или иначе, убирать бомбы в Штормграде тоже достаточно легко. Кстати, только сейчас заметила, что на статуях в Штормграде сейчас находятся шапки, шляпы вот эти вот таковинские. А еще тут дракон, оказывается, висит. Дохлый. Столько разных деталей я не замечала до тех пор. Это прям даже не знаю, как назвать. Ну да ладно. Избавляться от бомб вонючек достаточно просто. Раз, и все. Одна убрана. Теперь ищем второе. Так, 10 раз подряд. Кстати, эта кловина заканчивается завтра. Вроде до 1 ноября. Зато стартовала опять ярмарка на Волунии. Кажется, она, в отличие от кловина, там, всякого зимнего покрова, случается ежемесячно, а не раз в году. Длится она не один день, а неделю. Так что, если вы вдруг захотели поиграть в ВОВ, вот прям начать сейчас вот играть, и при этом получить позитивные эмоции, развлечься, получить всякие ништяки, то советую вам как раз сходить на ярмарку на Волунии. Для нее никаких особо требований не надо. По-моему, даже с первого уровня туда можно попасть. Сейчас у меня такой вопрос. Отмечаете ли вы Хэллоуин в реальной жизни? Или, может быть, вас интересуют какие-нибудь другие праздники? Например, у славян, по-моему, есть такой, ну, не совсем праздник, наверное, не знаю, как правильно назвать, но калятки где-то ближе к Рождеству или где-то вот в святочные дни это все происходит. То есть, ходишь зимой, выпрашиваешь точно так же какие-то ништяки. Ну, в общем, мне как-то это не особо интересно. Вообще, славянская мифология и вот всякое такое меня никогда особо не интересовало. В том числе, вот, мифология, например, ведьмака. Мне больше была интересна зарубежная мифология вроде, например, скандинавской или вот тоже Хэллоуин. Это интересно, забавно и почему-то не вызывает абсолютно никакого оттожжения. Не знаю, почему у меня так. Приветик. Вот, собственно, я убралась в Штурмграде. Получила и награду и ачивку. И это здорово. Здесь много, кстати, ачивок разных, связанных конкретно с Тыквовином. И чтобы их выполнить, надо не особо сильно напрягаться, конечно, на так. Сейчас посмотрим. Игровые события. Так, это не то. Вот он такое. Вот у меня выполнено четыре ачивочки, да? Сейчас могу, наверное, вот эту выполнить. Что там надо? Конфеты есть какие-то. Мятная конфета. Зачем-то я ее съела. Что, она дает непонятно. Коричневая огненная глыба. Ну, это не совсем то. Мне надо есть Тыквовинские сладости. Да. Раз. Теперь второе. Третью. Четвертую. Пятую. Все. Я сытая по горло. Так. Ну, убить садника безголовая я не могу. Он-то мне недоступен. Соберите 24 маски. Ну, это долго я не успею. За один день, так что извините. Сияющая улыбка. У меня нет зубочистки. Возможно, она мне еще выпадет. ПВП. Что-то с головой. Но это тоже достаточно долго. Маскарад. Палочки у меня вроде есть. Вещи, призы. Ого, сколько тут таверн. О, еще восточных. Там я была. Восточное королевство. Тут очень много таверн. За пределье. В Нордсколе еще таверны. В общем, очень много таверн надо посетить, чтобы получить все эти ачивки. Это долго. Так. Пугающий друг. Но это тоже видимо не так просто выполнить. Поэтому большую часть ачивок, которые я могла сделать, я выполнила. А пока что, наверное, все. Почему-то я не могу использовать палочки ни на себе, ни на других, поэтому эту ачивку я в любом случае не смогла бы выполнить, даже если у меня были все эти палочки. Короче, непонятно, как это должно работать, но да и ладно. Зато у меня есть теперь питомцы. Это воздушный шар альянса и страшный ящик. Призываем шарик. с ним можно вот так вот бегать. Забавно, конечно. И страшный ящик. Тут уже он за нами будет бегать. Кстати, задание, которое мы выполняли, вот там, где за пауками надо ходить и прочее, это как раз тоже связано с тыковином и вроде как изначально начало этого квеста вообще надо брать где-то здесь. Но я начала уже сразу с другого места, поэтому в принципе без разницы. Главное, что выполнено, ящик у нас есть, он за мной бегает и все это прекрасно. Я ради интереса решила порыбачить в сжатом океане. Хотя навыка рыбалки у меня нет, но рыбачить я все равно могу. Мне дали еще ачивку. Не совсем понятно за что. в этом океане можно выловить много всякой разных дни. Не совсем правда понятно зачем она мне, пусть бывает. Раз уж нет возможности атаковать реального всадника без головы, то давайте разберемся хотя бы с его тенью или что это вообще. Он меня так достал, что ну как бы совсем неохота иметь с ним никакого дела. И там кто-то из Орды пробежал. Мне нужна цель. Ты уже сдоха все равно орешь. Ну вот как так? Можно конечно еще на ярмарку на Волуни сбегать, но я думаю это сейчас бессмысленно. Более что я туда уже ходила как-то и вы знаете что там есть. Я еще раз смогу разбить тыкву. Это тоже видимо один из дейликов заданий которые даются каждый день и их можно выполнять сколько угодно раз. как дела сейчас мне опять выдадут сверт тогда что у нас в подарке фонарь пригоршник конфет о зубочистка это мне надо это мне надо мильдия я не думаю что мне есть хоть какой-то резон вступать к гильдию тем более под названием сильвана и вот я получила по-моему последнюю ачивку которую я могу получить на данный момент и на этой радужной ноте я с вами попрощаюсь до следующего раза большое вам спасибо за то что посмотрели это видео поздравляю вас с хэллоуином и в целом с окончанием октября на этом все удачи вам в жизни и не болейте всего хорошего с окончания Субтитры создавал DimaTorzok